так дорогие друзья всем привет всем доброе доброе добрейшего утра у нас идет сейчас урок и в фейсбуке и в в инстаграме и даже потом он выйдет где в телеграм-канале не только этот урок а все уроки которые сегодня проходят они все выйдут в телеграм-канале во икра и с божьей помощью тысячи людей через изучение торы приблизиться к пониманию что бог от нас вообще кто такой бог что он от нас хочет как ему служить без торы это невозможно знать поэтому мы изучаем тору и мы чтобы не терять время сегодня у нас первая хишвана то есть первая хишвана это первый день месяца лунного месяца хишван это второй месяц в принципе это второй месяц от рошашана да то есть рошашна была первая тишрея но принципе это 8 месяц года и значит у нас будем учиться дальше 7 был тишрей 8 рошашина 8 хишван и значит мы сейчас входим в зиму входим зиму такая нету в хишване нет ни одного праздника представляете ни одного праздника и для меня это слава богу для меня работа это праздник я люблю работать но есть люди которые любят праздники и для них это тоже прекрасная новость потому что когда ты месяц без праздника а потом праздник то ты праздник чувствуешь намного больше в этом смысл большой смысл жизни что если ты получаешь только удовольствие она приедается тебе надо больше удовольствия, больше удовольствия, больше удовольствия. А если ты, например, хочешь почувствовать вкус еды, тебе не обязательно гоняться за самую вкусную еду. Есть более простой способ. День поста. Постишься, пьешь воду или не пьешь воду, просто можно лучше не пить воду и не есть. И у тебя, значит, через буквально часов пять ты хочешь уже любую еду. Через десять часов тебе стакан воды по вкусу будет как ужин в самом дорогом ресторане для того, кто в нем ужинает каждый день. Кто-то ужинает в нем каждый день, для него это приедается, и он уже не чувствует никакого удовольствия. Так устроен этот мир. Хорошо. Теперь дальше двигаемся мы дальше. Кстати, интересно, я сегодня думал, что вот сейчас очень много у людей депрессии, каких-то психических расстройств и так далее по причине того, что жизнь стала очень легкая. И люди раньше у них была вся жизнь направлена на то, чтобы найти себе покушать что-то, заработать где-то, чтобы крыша была под головой, над головой. И они все время решали какие-то простые, понятные задачи. То есть и выбора было мало, да? То есть у тебя на выбор хлеб сейчас кушать или через час. Вот у тебя весь выбор. А сейчас человек заходит в супермаркет, у него 150 вариантов, открывает интернет, 150 вариантов. И у него все вот эти варианты, и нет ни одной жесткой, сильной потребности, которая бы его действительно организовывала бы. И у людей просто их вот так плющит. Это называется состояние сафек, постоянного сомнения, как один пришел к психиатру и говорит, доктор, я не могу спать, я не могу жить. У меня, говорит, постоянная депрессия, страх. Он говорит, а почему? Он говорит, у меня стресс, постоянный стресс. Он говорит, а чем вы работаете? Он говорит, сортировщик апельсинов. Он говорит, а какой же у вас стресс-то? Он говорит, ну надо постоянно принимать решение. Этот спелый, не спелый, спелый, не спелый, спелый, не спелый. И когда человеку надо постоянно принимать решение, то ему, конечно, это вводит его в стресс. Постоянно проснуться утром, не проснуться. Все. Если ты не можешь не проснуться, если у тебя будильник работает, тебя уволят, тогда у тебя нет выбора, ты спокойно проснулся, пошел, поработал, пришел и так далее. Хорошо, значит, мы изучаем Тору, Тора нас организовала, и мы сейчас находимся в недельной главе Ноах, мы находимся сейчас уже в девятом перете этой главы, значит, и сегодня нам говорит восьмой отрывок девятого перека главы Ноах в Торе. И сказал всесильный Ноаху и его сыновьям, которые были с ним, я, говорит, устанавливаю завет мой с вами и с вашими потомками после вас. То есть мы все как раз потомки Ноаха и его сыновей, то есть все человечество потомки Ноаха, он был единственным, который спасся из потопа. Нам объясняют комментарии, а зачем это Всевышний им сказал? Ну он же уже до этого говорил, выходите, размножайтесь, плодитесь, там все он им сказал, а здесь зачем? И объясняют нам Раши, это великий комментарий, он жил тысячи лет назад, Раби Шлома Ицхати, Раши это сокращение. Он объясняет, не хотели они размножаться, при том, что Бог им сказал, плодитесь и размножайтесь, а они не хотели. А почему они не хотели? Они боялись. То есть у Ноаха был очень простой расчет. Он увидел, что вот Всевышний стер все человечество. И он видел, что это было за человечество. То есть он остался единственный, в чем интересно, что Ноах, он был праведник, потому что он ушел от людей. Он удалился от людей, с кем поведешься, от того и наберешься, он не хотел ни с кем вестись. Это была причина, почему он никого не смог, значит, спасти и вернуть к Богу. Он с людьми рядом не находился, он был такой отшельник. То есть он ненавидел зло, разврат, грабеж, и он отдалился от всех. И он только один спасся. Хасидизм называют Ноаха праведник в шубе. То есть есть два способа согреться, говорят хасиды. Первый способ согреться, это одеть шубу. То есть спрятаться от мороза, и ты сам своим теплом, значит, как в термосе, сидишь в этой шубе, и тебе тепло. Но это только тебе тепло. А второй способ, это разжечь костер. И костер, он, и ты туда подталкиваешь все время дрова, там, ты двигаешься. Но костер, он не только тебя греет, ты создал источник тепла. Так вот, сравнивается Ноах с Авраамом. Ноах, он был праведник в шубе, его называют хасиды. Он спрятался от всего мира, от всех злодеев, и он себе строил ковчег, он спрятался в этот ковчег. И очень часто религиозные люди, они ковчегом являются молитва и тора. То есть ты можешь абсолютно спокойно изолироваться от мира. Есть целый мир, практически, я так думаю, в этом мире живет, на сегодня в Израиле, около миллиона человек. Это не те, кого мы видим на демонстрациях, которых показывают как ортодоксы, религиозные и так далее. Я говорю про еврестий и религиозный мир. Значит, наоборот, те, которые ядро этого мира, их вообще не видно. Они спрятались, они в домике, то есть они живут полностью изолированы. Нет интернета, нет радио, нет никаких смартфонов. Есть только тора и есть только молитва. Теперь многие спрашивают, а как они живут? А так они и живут. В Торе написано, что тот, кто принимает на себя ярмо торы, амикабеля лав оль тора, тот, кто принимает на себя ярмо торы, они не отдыхают, они не смотрят телевизор, не ездят на море, на пляжи. Они утром просыпаются до восхода солнца и окунаются в микву. После миквы они начинают молиться и молятся до восхода солнца, чтобы молитву сказать с первым лучом солнца. После этого они садятся и начинают учить тору. Кушают они кусочек хлеба с чаем и целый день они учат тору, молятся, учат тору, молятся, делают добрые дела и так далее. То есть у них огромное, им есть чем заниматься. По торе ты все время можешь, тебе есть чем заниматься, потому что каждая заповедь, которую ты выполняешь Всевышнего, ее можно выполнить, как Каин выполнял, между делом. Каин принес жертву Всевышнему от плодов земли. То есть он работал и он думает, ну классно, и говорят, что он принес от плохого. То есть самое такое ненужное, там семена льна, говорят, что он принес жертву. А Эвель принес лучшее. Так есть люди, вот например, это видно по тому, как человек покупает себе арбоминим. Есть на Сукот такая заповедь, труси четырьмя видами растений. Вообще непонятная заповедь, то есть ну какие-то там пальмовая ветка, Этрог, значит листья, листья Адасы, это Мирта, Ива. Теперь, но есть люди, которые, он же это же заповедь Всевышнего, и он, есть фильм, вот посмотрите фильм Ушпизин, Ушпизин, да? Он пришел, у него нет ни копейки денег, вообще кушать нечего, пустой холодильник, за квартиру нечем платить. И он покупает Этрог, самый дорогой Этрог. Есть люди, вот они начинают выбирать себе эти арбоминим, там за 4-5 дней до Сукота, и они день он выбирает, два он выбирает, три он выбирает. Он не ищет подешевле, он ищет подороже, покрасивее, получше, чтобы выполнить заповедь. И он знает, что когда пройдет этот Сукот, эти 4 вида растений, все, они никому не нужны. Но это как раз вот этот вот подход спрятаться в Тейва, это в Ковчег. То есть такие люди, они спрятались в Ковчег, он все время с Богом. И Всевышний его обеспечивает. Человеку, в принципе, для жизни надо очень мало. Вот если мы посмотрим, какая истинная потребность человека, то истинная потребность человека, чтобы у него была крыша над головой, но даже не крыша ему важна над головой. Крыша над головой есть практически у всех, ну там у 99,9%. Человеку нужна уверенность, что у него завтра будет крыша над головой. Человеку нужна не крыша над головой, как именно необходимость, как потребность. У него есть потребность безопасности. Он хочет быть уверен в завтрашнем дне. Но религиозный человек, который по-настоящему искренне верит в Бога, у него есть уверенность в завтрашнем дне. Даст Бог день, даст Бог пищу, даст Бог день, даст Бог крышу, даст Бог день, все будет. Второе. У человека есть потребность в еде. Но еда на сегодняшний день является, может быть, самым главным убийцей людей раньше срока. Потому что люди переедают, уходят с лишним весом, болеют из-за этого и так далее. То есть еда, которая необходима человеку, это очень немного еды в день, там, я не знаю, 300-400 грамм еды достаточно. Овочи какие-нибудь злаковые, там, я не знаю, рыб какая-то, кусочек, все. То есть я говорю про необходимость. И человеку очень необходимо, есть важнейшая вещь, здрасте, Раиса Васильевна, важнейшая вещь для человека, то, что крайне необходимо человеку, это общение. Человеку необходимо общение, причем, в первую очередь, человеку необходимо то, что называется шломбайт, общение со второй половиной, со своей. То есть нужно создать семью, муж, жена и выстроить такое общение, в котором оба будут одним целым и которые оба будут счастливы. Правильно выстроенная семья дает человеку максимальное счастье, которое только может быть. Дети, общение с детьми и так далее. Теперь получается, что религиозные люди, которые прячутся в домик, как вот в этот ковчег, да, Торы, они, в принципе, все это имеют. Они имеют кусок хлеба, уверенность в завтрашнем дне, прекрасные отношения в семье, такие, что просто. Вот у этих жен, таких ортодоксальных, настоящих, у них нет денег, там, украшений и 20 платьев. Но они счастливы, потому что муж ей каждый день говорит, какая она прекрасна, как он ее любит, как он ее уважает, как он ее почитает, как он там к ней прислушивается и так далее. И она испытывает от этого большое счастье и радость, потому что она же тоже не смотрит телевизор, она не знает, что мода меняется по три раза за месяц. Она не видит все это, то, что навязывают мартитологи обычным людям. Поэтому у нее, в принципе, нет ни зависти, ни никаких проблем. Теперь это называется праведник в шубе. Нох был праведник в шубе, он спрятался от всего человечества того времени, и он один остался жить. То есть он был на связи со Всевышним, и Всевышний его обеспечивал. Так происходит с любым праведником в шубе, который отдаляется от зла, и он делает добро, выполняет заповеди. Бог его обеспечивает, и он счастлив. Теперь есть второй тип праведника. Второй тип праведника – это как был Авраам. Авраам, он ходил с места на место, он привлекал людей, он воевал за Всевышнего. Он был совершенно другим. Он был такой экстраверт, который хотел весь мир привести к служению Всевышнему. И это второй тип праведника. Теперь, когда Ноах вышел из Ковчега, вот здесь Бог ему говорит, я устанавливаю завет мой с вами и с потомством вашим после вас. Ноах говорил, а зачем я буду размножаться? Зачем? Все равно люди, понятно же, природа людей какая. Это все понятно, люди не меняются. То есть природа человека, она его ведет в сторону зла. И только единицы могут победить вот эту свою животную природу и двигаться в сторону Бога, в сторону добра. Ноах говорит, а зачем я буду размножаться, чтобы потом Бог опять сделал потоп? И Бог сказал, вот тут очень интересный сегодня нюанс такой, который прямо наводит на размышления. Бог сказал, я, говорит, сделаю знак союза, который я устанавливаю между тобой и твоим потомством навсегда, навечно, что я больше не уничтожу землю. И знаете, какой это знак союза. Вот вы сейчас очень удивитесь. Я очень удивился. Я первый раз на это обратил внимание. Первый раз я на это обратил внимание. Какой знак союза, что Бог больше не уничтожит землю. Причем интересно, что первый раз Бог уничтожил же землю потоп, был за разврат. А какой знак союза, который установил Бог, что он больше уничтожит землю. Радуга. Правильно. Радуга. Радуга. Знак союза. Радуга. Он сказал, вот пока есть радуга, я не уничтожу землю. Это знак союза. Теперь, а радуга это чей знак? Кто взял этот знак для себя как символ своего движения? Именно те, кто пропагандирует разврат как гордость. Занимайся развратом с гордостью. Это очень удивительно. Это меня навело на одну мысль очень интересную. Значит, египтяне, древние египтяне, они знали, они знали, как работает мир. И они, естественно, знали, что вот эта радуга, их маги знали, что радуга, которую мы видим на небе, это знак союза, что Бог больше не уничтожит землю, потопа больше не будет. И когда фараон, который был главный маг, он решил уничтожать еврейских детей, которые были рабами в Египте, для того, чтобы уничтожить Мошара Бейну, Моисея, он приказал топить, именно топить еврейских детей. Почему? Он же знал, что мир работает мера за меру, мера за меру, то есть все в этом мире очень причинно-следственные связи, назовите это карма, назовите как угодно. И фараон что сделал? Он говорит, мы сейчас будем уничтожать детей, но, но, сказал фараон, мы их будем именно топить. Почему? Потому что Бог сказал, потопа больше не будет, поэтому за преступление потопа не будет. А значит, вот это вот мера за меру, именно ты утопил, тебя утопили, Бог ее отключил. Так подумал фараон и Мади. Теперь, значит, они топили, топили, топили. В итоге, когда евреи уходили и море раступилось, в итоге, значит, фараон погнался за ними с оставшейся армией египтян. И что? Египтяне утонули. И они спрашивают, как же так? Не должно же это было быть? Так именно, что потопа общего не будет, а потоп конкретный, маленький потопчик, будет. То есть, именно не то, чтобы Бог полностью отключил, утопили, а он отключил глобально, что мир не смоется. Но частично, значит, тот, кто топил, будет утоплен. И об этом же есть Мишна в Пертеавод. Когда Елель был такой великий мудрец, он стоял и увидел на реке плывущий череп. Предание говорит, что это был череп как раз фараона. И он сказал, аль-да-тафт и тафун, он сказал, за то, что ты топил, тебя утопили. И в конце, в конце утопившие тебя будут утоплены, сказал Елель вот этому плывущему черепу. Значит, интересно, что этот весь закон работает. И просто сегодня я обратил внимание, что радуга, которая была знаком союза, что Бог сказал, именно выполняйте заповедь, размножаться, плодитесь, размножайтесь и населяйте землю. Ноах и сыновья боялись и не хотели. Бог сказал, будет радуга, знак, что больше не уничтожу землю. Хорошо. И радуга это знак ЛГБДТ. ЛГБДТ. Не знаю точно, как произносить. Хорошо. Все, на этом мы закончили описание. И вот теперь сегодняшняя Тания. Сегодняшняя Тания дает нам тоже интересную такую идею, которую можно соединить с недельной главой. Значит, сегодняшний отрывок из книги Тания, он говорит о том, что есть 10 сферот святости. То есть, 10 сферот святости, это бесконечный божественный свет, идет, и он идет через 10, как фильтров таких, как фильтры, каждая сфера, это как, ну, как увеличительное стекло, назовем это, как определенного цвета стекло, это сфера. И божественный свет бесконечный, проходя сквозь эти 10 фильтров, он, значит, преобразовывается во все, что мы видим в этом мире. То есть, этот свет создает некую вначале, как голограмму такую, да, и с каждым миром, есть 4 мира, сквозь которые проходит этот свет, с каждым миром этот свет уплотняется, и в итоге он преобразовывается, эта голограмма в нашем мире превращается для нас, мы ее воспринимаем как материальный осязаемый мир. Вот это вот голограмма. Теперь, в сегодняшней Тании говорится о том, что это божественный свет, тут все понятно. А как быть ежезло, как же зло существует? И здесь идет очень сложное объяснение, я, честно говоря, ну, глубоко, кому интересно, опять же, есть внизу ссылочка, вот в фейсбуке, видите, телеграм-канал ВАИКРА, уже там есть то вот, что я читаю, на каждый день есть книжечка Хитас на русском языке, и там есть урок из Тании, можете посмотреть, углубиться. Я по-простому объясню, как я понял. Я понял так, что зло, оно является тоже, у него есть структура, у зла, 10 вот этих вот сферот есть, да? Но само по себе зло, то, что является, ну, в общем, честно сказать, я не могу объяснить. Вот, вы знаете, есть такая интересная штука, когда ты что-то изучаешь, тебе кажется, что ты понял. Но вот в момент, когда ты пытаешься это сформулировать уже от себя своими словами, иногда бывает, что нету формулировки, то есть я пытаюсь сейчас сформулировать то, что я понял. То есть для меня это все свелось к одной фразе, которую я когда-то учил в Талмуде. Написано там так, что у зла нет ног. Значит, что это значит, у зла нет ног? На иврите слово у лжи нет ног, не у зла, у лжи нет ног. Вот, у лжи нет ног. Значит, что значит у лжи нет ног? Если мы возьмем на иврите слово правда, истина, да, истина, оно пишется эмет. Алиф, первая буква алфавита. И алиф на иврите пишется, она такая устойчивая буква, да, у нее есть ноди. Потом мем, это средняя буква алфавита, буква м, как в русском языке. М тоже, она такая устойчивая буква. И тав, тав, это последняя буква алфавита. Первая, средняя, последняя. Эмет, истина. Как равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. То есть истина, она такая, она объективная реальность, которая, как ты не крути, это истина. То есть она устойчивая. Теперь слово ложь на иврите пишется шекер. Шекер это шин буква, она стоит на, ну вот начинается на точечке, да, вверх идет, как вот так вот она стоит, шекер, шин. Вот так она из трех состоит, этих такая, шин. Кув, кув буква, она тоже палочка и сверху загогулинка, палочка такая, да, она неустойчивая. Рейш это тоже такая вот палочка, как буква Г русская, да. Шекер, он ложь неустойчивый. И для того, чтобы ложь была устойчивая, она должна быть смешана с истиной, с правдой. Я, например, вам скажу, вы знаете, там в Израиле 6 миллионов, там 7 миллионов населения, правда. Из них миллион религиозных, правда. И они все не платят налоги, неправда. Но так как до этого было две правды и в нее замешана неправда, то тогда вот эта ложь, что они не платят налоги, она, эта ложь, она выглядит как правда. То есть ложь, которая полностью ложь, такая вот прям ложь-ложь, она, у нее нет ног, она неустойчивая. Теперь, чем больше обман замешан на правде, тем больше у нее устойчивости. Теперь, вот то, что я понял из сегодняшней Тани, объяснение, что зло такое само по себе, оно тоже пользуется, то есть ничего в этом мире нет без энергии, без силы Всевышнего. То есть Всевышний дает энергию, силу и жизненность, и он управляет всем в этом мире, включая то, что мы называем злом. И оно каким-то образом несет в себе вот этот вот корень все равно божественный, да, божественный корень добра. И вот что-то он так глубоко это объяснил, больше я ничего не могу вам сказать, кто кому это интересно в глубину копнуть, то вот ссылочка, телеграм-канал Ваикра, и там есть объяснение. И опять же, у нас, слава богу, на платформе Ваикра есть преподаватели, которые именно изучают Тору, именно внутреннюю часть Торы, Хасидут, Кабалу и так далее. И можно посмотреть там эти уроки, задать вопросы, есть Хана Яблонская, она специалист вот в этих всех историях, поэтому можно ее спросить. Все, всем удачи и успехов, я желаю всем хорошего дня, наполненного божественным светом, и чтобы мы выполняли заповеди Всевышнего и распространяли божественный свет. Но опять же, мы знаем, что есть два пути, есть Ноах, который был праведник в шубе, и иногда, если человек чувствует, что у него нет сил нести Тору и сопротивляться плохому воздействию внешней среды, то есть он не экстраверт, то тогда ему лучше спрятаться от зла, и, значит, например, можно поддержать кого-то, ту же платформу Ваикра или любого преподавателя, который, как Авраам, распространяет божественный свет. Но если вы сами чувствуете в себе силы распространять божественный свет, то, конечно, можно быть праведником, как Авраам, который зажигает костер и, значит, освещает мир вокруг себя. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня, все, счастливо, до завтра. Ход и штоп, сегодня начало месяца Хишван.